Обычно эти твердые скалистые породы выдолбливают рабочие с помощью специальной горной машины, но она недавно сломалась, ее отвезли ремонтировать в Дамаск и, как видите, священники сняли свои рясы и с помощью обычной лопаты пытаются заменить целую машину. В подъем в три утра, первая утренняя служба в четыре, затем еще одна в пять, а потом десять монахов по очереди вместе с рабочими идут на каменоломню. Сегодня очередь отца Савы и еще одного брата. Вот посмотрите, у голубя два крыла. Благодаря им он взлетает на небеса. Так и в жизни монаха две составляющих – работа и молитвы. Мы, как голуби, чтобы подняться выше духовно, должны ежедневно и работать, и молиться. В течение нескольких лет Саидная была в кольце боевиков. Дороги, ведущие к святыням, простреливались снайперами. Поток прихожан иссяк. На территории монастыря, расположенного на горе, рвались снаряды. Монахи не могли учить детей в воскресных школах, и они закрылись. Но все так же после службы в четыре-пять утра монахи снимали рясы, шли в каменоломню и брали в руки лопаты. Мыслей покинуть монастырь не было. Монах должен обладать силой духа, быть примером для прихожан. Как же мы могли бросить наш храм и бежать из Саидная? Храм Георгия Победоносца расположен на самой макушке высокой горы. Существовало предание, что где-то здесь была одна из первых христианских церквей. Долгое время жители Саидная не знали, где же находилась та самая первая сожженная церковь, пока дети, играя в мяч, случайно не обнаружили вход в эту пещеру. Здесь обнаружили останки трех монахов, и здесь их погребение. В пещере часто проходят службы. Проблема оказалась в том, что верхушка горы мала для храма. Из-за этого добровольцы ежедневно проверяют, что прочнее – скала или их воля. Когда монахи и прихожане смогут отвоевать у скалы, достаточное количество места для расширения храма сказать не может никто. Из монастыря Святого Георгия открывается вид на еще более высокую гору, на вершине которой 35-метровая скульптура Иисуса Христа и двух апостолов. До войны ее успели поставить на деньги русской православной церкви. И хотя господствующую высоту боевики сумели захватить на сутки, с монументом они не успели ничего сделать. Сирийская армия и ополченцы Саидная выбили их из монастыря Херувимов. К сожалению, три четверти здания монастыря было уничтожено боевиками. Похищены иконы, церковный утварь. Мы обязательно восстановим его. Но мы были бы рады, если бы российские реставраторы завершили бы и свою работу над скульптурой Иисуса. Монахи говорят, до войны паломников Саидная было больше всего из России. Здесь очень надеются, что через несколько лет, когда во все уголки Сирии вернется мирная жизнь, в монастырях и храмах Саидная снова зазвучат молитвы на русском языке. Алексей Ивлеев, Валерий Кожин, телекомпания НТВ, Саидная, Сирия.